Привет! Сегодня хотелось бы вкратце рассказать вам о пневмоинструменте. Большинство людей сталкиваются с ним на производстве, либо при обслуживании своего авто, в сервисах или СТО. Зададимся вопросом, почему бизнес и промышленность выбирают именно пневматику? Все просто. Пневмоинструмент надежен. Как говорят народы, не убиваем за счет отсутствия двигателя. В качестве привода используется сжатый воздух. Такая система позволяет избежать перегрева инструмента. Сжатый воздух холодный, что естественным образом регулирует температуру внутри корпуса. Отсутствие двигателя приводит к существенной экономии. Пневмоинструмент стоит дешевле своих электрических и аккумуляторных собратьев по цеху. Итак, основные причины выбора понятны. Высокая надежность и низкая стоимость. Однако перед тем, как мы рассмотрим основные возможности пневмоинструмента, необходимо сказать несколько слов о самом главном. Речь, конечно, пойдет о компрессоре – сердце любой системы, работающей на сжатом воздухе. Существует множество типов компрессоров, но самую большую популярность получили поршневые компрессоры масляного типа. Поршневыми их назвали, исходя из принципа действия. Воздух накачивается в ресивер вот эту большую емкость с помощью поршня. Мощные компрессоры с большой емкостью ресивера 50 или 100 литров обычно имеют сразу два поршня, что ускоряет накачку воздуха. Масло заливается вот сюда, в картер, обеспечивает снижение трения и охлаждает механизм, что продлевает ресурс аппарата. Включив компрессор, мы должны подождать, пока он полностью не наберет давление. Отслеживать этот процесс можно с помощью манометров. Как только аппарат набрал давление, можно приступать к работе. Как видите, все действительно просто. Обслуживание заключается только в контроле за уровнем масла и сливок конденсата, естественным образом образующегося в ресивере. Для гаража и дачи обычно выбирают однопрошневые компрессоры на 6, 24 или 50 литров, мощностью 1,5 или 1,8 киловатт. Важно помнить, чем больше ресивер, тем стабильнее давление и дольше работа. Чем выше мощность, тем быстрее компрессор накачивает воздух. Профессионалы и требовательные мастера обычно выбирают двухпоршневые ременные компрессоры. Они отличаются самой высокой производительностью и поддерживают непрерывную работу любого типа пневмоинструмента. Соединяют компрессор и инструмент с помощью шлангов. Спиральные шланги более доступны, но не терпят мороз и не должны подвергаться механическим воздействиям. Резиновые более прочные, устойчивы к погодным условиям. Соединение происходит следующим образом. Легко, не правда ли? Для демонстрации возможности перенесемся на территорию небольшой мастерской. Одним из самых популярных продуктов является краскопульт. Работать с ним просто. Регулируем диаметр пятна, настраиваем удобную форму факела. Круг горизонтальный или вертикальный. Важно помнить, для работы с краской требуется подключение влага-маслоотделителя. Этот фильтр исключает попадание масла или влаги на окрашиваемую поверхность. Существует несколько основных типов. HP или высокое давление. Это самая простая модель, применяемая для окраски различных плоскостей. Для требовательных мастеров подойдет модель HVLP. Большой объем, низкое давление. Благодаря низкому давлению на сопле снижается расход краски на туманообразование. Что приводит к снижению расхода краски и повышению производительности. LVLP. Адресован профессионалам. Благодаря сниженному потреблению воздуха, эта модель способна работать с компрессором небольшой мощности и объема. Например, вот этой 24 литра и 1,5 киловатта мощности. Как и в случае с краскопультом HVLP, приводит к экономии краски и увеличению скорости работы. Помимо краскопультов популярностью пользуются и такие устройства, как продувочный пистолет, с помощью которого можно легко очистить поверхность от загрязнений. И пистолет для накачки шин, снабженный манометром для контроля давления в тех же самых шинах. В случае, когда необходимо не просто подкачать шины, но и полностью заменить колесо, поможет ударный гайковерт. Модель, которую я держу в руках, получила широкое распространение за счет неприхотливости в работе и простой конструкции. Профессионалы обычно выбирают инструмент с улучшенной эргономикой, крутящим моментом около 600 ньютонометр и возможностью регулировки усилия затяжки. Для затяжки соединений в труднодоступных местах обычно применяется вот такая пневматическая трещотка. Наличие реверса позволяет в случае необходимости отвернуть крепеж. Кто привык пользоваться электроинструментом, несомненно, узнает и эти модели. Углошлифовальная машина «Болгарка» поможет при отрезных и шлифовальных работах по металлу. Дрель справится со сверлением дерева, металла и пластика. Эксцентриковая шлифмашина служит для базовой обработки поверхности, а плоская или вибрационная шлифмашина предназначены для финишной обработки. А вот необычная модель. Как вы думаете, для чего предназначен этот инструмент? Называется он пучковый молоток или скалер и служит для зачистки поверхностей без ее повреждения. Например, в автосервисах им защищают колесные барабаны. Если же требуется сбить клепку или провести иные демонтажные работы, пригодится модификация скалера – отбойный молоток с различными типами зубил. А теперь представьте, что требуется провести шлифовальные или отрезные работы в таком узком пространстве, куда «Болгаркой» не пролезть. Что делать? И тут есть решение. Сверхкомпактный пневматический гравер зачистит металл. А отрезная машина справится с операцией резки. Что еще? Резка листового металла ножницами, работа с крепежом с помощью отвертки и крепление деталей степлером – все это возможности пневматики. Кстати, для старта можно выбрать набор. В нем собраны самые востребованные вещи для работы в гараже и на даче. Что важно, покупка набора позволит снизить стоимость каждой отдельной модели. Отличное решение для экономных хозяев. Ну как, впечатляет? По сути, компрессор – настоящий многофункциональный инструмент, который с помощью различных насадок способен выполнить самые разные задачи по резке, шлифовке, сверлению, работе с крепежом, покраске и многих других. Причем каждый инструмент отличается надежностью и потрясающим ресурсом эксплуатации. Продолжение следует...